Мои дорогие, привет, привет, добрый вечер. По делам ходила, время уже много, домой пришла. Сейчас буду раскладывать пакеты. А, попутно зашла еще в магазин, купила продуктов. Ну, купила там продуктов два пакетика, ну, как сказать, немного. Немного, и сумма покупки небольшая, поэтому сейчас будем смотреть, буду вам показывать. Я чек проверила, чек все четенько. Так, секунду, включаю свет. Знаете что, я прям с собой невероятно горжусь. Во мне, мне кажется, умер прям дизайнер. Я сегодня еще часть своего дня посвятила тому, что я придумала, как декорировать окно на кухне. Не знаю, короче, пожалуйста, не смейтесь. Я прочитала совет этот в комментариях. Мне кто-то из девушек, кто-то из женщин посоветовала сделать так. Я сделала, да, на свой страх и риск, но думаю про себя. Попробую. Ну, не понравится, сниму, че. Короче, сейчас рассказываю. Смотрю, знаете, мне нравится, не знаю. Вы мне скажите. Я окно украсила, не украсила, повешила, повесила или повешила. Повесила одежду повешать. Короче, не знаю. На окно шторы повесила. Повешила. Короче, вот еще напишите, пожалуйста, как правильно. Повесила или повешила. Которые висели в комнате. Белые вот эти вот портьеры. Короче, показываю. Смотрите. Во-первых, мне дико нравятся вот эти вот шторы. Я сегодня так крепко спала. Мне дико нравятся эти шторы. Я их не хочу раздергивать. Но я сегодня днем их раздергивала. По поводу, спасибо вам советам, по поводу того, что отутюжить, да, обязательно сделаю. Может быть, займусь этим завтра. Так, а смотрите, как у меня хорошо получилось, я считаю, что хорошо, окно на кухне. То есть, смотрите, это шторы, которые были вот в этой комнате. Вот так вот сейчас выглядят. Шторы в пол. Ну, тут маслечко стоит, как сказать, кокосовое масло, которое я привезла из Таиланда. Шторы, короче, вот так вот. Можете написать мне свое мнение, но мне кажется, получилось очень круто. Вот это, короче, весь балаган с этого, с подоконника я завтра уберу. Потом я сегодня еще занималась, знаете, чем. У меня же вот здесь была тумбочка. Не тумбочка, такая типа полка пластиковая, на которой стоял пакет с пакетами. И тут стояло вот тут вот ведро. Какое ведро? Вот. Бутылка. Тут мое вино домашнее. Бутылку я задвинула сюда. С этой тумбочки всю консервацию. Это всякие оливки, маслины, эти, как ее зовут, где-то тушенка, сгущенное молоко, мигги. Там всю консервацию убрала вот сюда. И здесь же у меня пакет с пакетами. Все, что там стояло, знаете, зеленый горошек, там фасоль, всякая вот хрень. А вот здесь у меня пакет с пакетами. В такую штуку положила. Короче, собой невероятно горжусь. Проделала большую работу. А тут тумбочку. Так. А тут тумбочка, которая стояла вот здесь. Не тумбочка, а такая угловая, типа полка. Выгляжу я сегодня вот так. Так, ну-ка, резкость. Резкость. Ходила, знаете, как холодно. Вот, о, время. Офигеть, сколько времени. Офигеть. Кстати, кстати, мои дорогие, вы пишите, что я похудела? Да, похудела. Я вешу столько же, когда прилетела из Таиланда. Вот так вот я вам хочу сказать. Так что, эту тумбочку. Одно, что тумбочка, говорю, поставила вот сюда. Это единственное место, куда она вошла. Не знаю, что с ней делать. Возможно, отдам ее маме. Возможно, отдам ее маме в баню. Я там даже знаю, куда поставить. Там, в предбанник. Ну, пока она стоит здесь, я ее помыла. Короче, я еще думала, вот эту вот тумбочку. Думаю, ну, куда поставить? Вообще, вот на этом месте лежала корзина. Блядь, лежала. Господи, стояла. Стояла корзина. Думала, тумбочку поставить вот сюда. Ну, садиться на унитаз, жопой будет подпирать. Думала, сюда ее пододвинуть. Думаю, к этой не подойти. Короче, вся измаялась. И вот придумала вот так вот. Придумала, пока я их сюда поставлю. Может быть, здесь какие-то средства буду ставить. Может, освободить машинку. Здесь у меня тоже, да, разброт и шатание. Может быть, частично. Как-то перегружать не хотелось бы комнату, но ванную комнату. Все правильно говорю. Это комната. Все, мои дорогие, идемте раскладывать. Идемте раскладывать, раскладывать пакеты. Пакеты, мои дорогие. Так, завтра мне еще нужно заняться, будет так, шторами отутюжить их. Это раз. Вот этим креслом. Зато я за креслом все это. Здесь же у меня были вещи. Здесь просто горшок керамический. Кстати, керамический горшок. В нем росла агланема. Его надо куда-то то ли продать, то ли отдать, то ли что. Короче, я вся на распутье. Вся на распутье. Я так рада, что я повесила эти шторы. Пожалуйста, напишите мне. Я не знаю, ну скажите, я же клево придумала. Мне кажется, очень. Так, вот это все уберу с подоконника. Все нахер, может быть, даже частично в помойку. Но не в помойку, может. Хотя белые кружки, я ими не пользуюсь. Понимаете, я ими не пользуюсь. Они нефункциональные. А все, что нефункциональное, нужно из дома убирать. Короче, буду думать. Где штатив? Так. Безумно люблю свой балкон. И сейчас все меньше и меньше времени буду на нем проводить. Здесь по-прежнему так же классно. Только темно и холодно. Так. Зачем туда побежала такая хвостунишка вообще? Так. Ну-ка. Шторы такие плотные. Такие классные. Как я спала хорошо. Как я спала великолепно просто. Я надеюсь, что я эту ночь буду тоже так же волшебно спать. А завтра я их отутюжу. Правильно. Обязательно. И то, что я подушки отдала. Прям вот. Прям вот рада. Прям вот дико рада. Какая я ловкая, а. Так, мои дорогие. Ставлю штатив. И показываю то, что купила. И хожу такая по пятерке. Я это все купила в пятерке. У меня просто попутно она была пятерка. Стою я такая в пятерке. Возле полки. Парнишка. Я с ним раньше работала на АЦМе. Зовут, как не помню. Ну, я думаю, что зовут его, не знаю, Макс. Ну, а как его могут еще звать? Миша. Макс. Мне кажется, Макс. Мне кажется, его зовут Макс. Ну, а как еще? Ну, какое? Ему дошло бы имя Макс. Ну, Сережа. Нет. Он такой, как отдохнули. Я такая говорю. Знаешь, что ли, что я отдыхала? А я, знаете, как сказать, он пришел к нам работать на АЦМ в тот момент, когда я уже увольнялась. То есть я с ним в одной команде не работала. Тем более мы работали в одной службе в коммерческой. Но я работала в отгрузке, в отделе отгрузки логистом, а он работал, а нет, его не могут звать Макс, потому что он работал у Макса. Вот мне ассоциация. У Макса, у Горского. А он менеджер, блядь, маркетинг, отдел маркетинга, вот он откуда был. Вот-вот-вот-вот-вот, он из маркетинга. Как его звали? Нет, получается, не Макс. Сто процентов не Макс, потому что, ну, короче, не суть. Я говорю, ты меня смотришь, что ли? Он такой, ну, мама смотрит. А сколько ты там отдохнула-то? Я такая говорю, ну, две недели, да? Я такая говорю. Тринадцать дней, ровно тринадцать дней. Я говорю, улетала-то, собиралась на три дня, а осталась на тринадцать. Он такой, ну, мама знает. Знаете, я вот просто понимаю, что он сам смотрит, потому что, ну, он не может с мамой обсуждать меня. Ну, не может же. И это, я понимаю, что он сам смотрит и не сознаётся мне. Я такая уже, когда складываю, такая, покупки у кассы, говорю, маме привет. Он такой, маме привет. Ну, короче, я даже вот, если честно, я даже, я знаю, что вы меня смотрите, я знаю, что, я передаю вам привет. Извините, пожалуйста, я не знаю, как зовут вашего сына. Ну, хороший парень такой. Я вот думаю, а что не сознаётся, вот, например, что меня смотрит. Это, знаете, как раньше была такая тема. Все смотрели Дом-2, но все говорили, что никто его не смотрит. Все говорили, что нет, фу, такое дно мы не будем смотреть. А сейчас все смотрят Судакова, ну, по крайней мере, я это точно знаю. В нашем городе это сто процентов. Это даже двести. Это вот ходячая легенда. И все такие, о, нет, нет, мы не смотрим. Это дно, дно, дно. Блядь, сука, да я живая легенда города Каменско-Уральского. В ножки, блядь, должны кланяться мне тут все. Так, все, не о вас сейчас. Ну, естественно, я купила бутылку шампанского, естественно. Я ведь не дурочка, я не просто так зашла в магаз. Так, все, стул подогвинул. Так, начнем с приятного. Купила бутылку шампанского, купила кава. Кава Эритат Эль Падруэль. А, сука, так подожди, ну-ка. Кава Эритат Эль Падруэль. Вино игристое белое полусухое защищенного географического указания ДО Кава. Короче, знаете, да, о том, что мое пристрастие к льву Голицу, но его нет нигде. Похоже дело, как я начала его пить, начала его всем говорить, его, не знаю, его то ли все выпили, то ли сняли с производства. Короче, кава. Знаете, многие, допустим, все бокал Просека, бокал Просека. И что-то в последнее время мне говорят о Просека те люди, которых я не уважаю. Понимаете? Все, знаете, шлюха на шлюхе. Все шлюхи пьют Просека. И чтобы, знаете, не уподобляться этим шлюхам, я буду пить каву. Вот так вот. Это та же ценовая категория, абсолютно та же, что у Просека, что у кавы. Та же ценовая категория. Ну, может, знаете, вот, может, кава дешевле, там, ну, на 5 процентов. Но, раз Просека пьют шлюхи, я буду пить кава. Потому что я не шлюха. Вот так. Так. Сразу же ставим ее в холодильник, чтобы она ожидала своего часа. Так. Сегодня, как, сколько дней не пью? Так, сегодня 28 число. 28 число сегодня, так, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Сегодня ровно 6 дней, как я даже пробки не нюхала алкогольный. А не устроить ли нам по этому поводу праздник? Нет. Нет, нет, нет. Так. Девочка на кассе, представляете, как-то рано нажала под итог и мне двумя чеками пробьет. Он говорит мне, извините, я эту смену дорабатываю, у меня внимательности, потому что пропала. Я это, давайте, можно, дайте вашу карту, расплатимся, потом продолжим пробивать покупки. Думаю, ну ладно, че. Малышка. Так, купила молочко. Так, шампанское, видели, купила молочко. Купила кальвы. Так, подождите. Ни хера, блядь, не видно. Так, молочко, кальвы. Купила карбонат. Блядь, сейчас меня не видно, но я тоже бачу, на хера вам эти продукты. Купила сыр. Купила карбонат. Особый. Особый, я думала, острый. Копченый-вареный категория А, порционный. Авторская рецептура в Тавре. Блядь, я думала, острый. А он особый. А как карбонат может быть острым? Ну, короче, здесь 302 грамма. Цена за 100 грамм. И здесь тоже 326 грамм. Ну, короче, сыр годен до 7-12. Купила сырочек, все по акции. Я даже не смотрю, мне даже глаза не смотрят. Если нет акции, у меня даже глаза в ту сторону не поворачиваются. Это что такое? Что-то у меня мешок, он в смятку. Не знаю. И вообще, откуда у меня так мешок Мерседес Бенз? Острадясь, ни у кого Мерседеса нет. Так, значит, купила я хурму. Сейчас скажу, что по ценам. И купила я 3 сачка. 3 сачка гранатовых нар. Так, купила я 3 сачка. Так. Значит, купила я картошку. И еще, знаете, что такие суки я вообще не могу? Картофель мытый стоит в 2,5 раза дороже. Я купила, ну, картошки не мытые. Ну, что, сама, по-моему, что, блядь, руки-то на войне оборвала, что ли? Крупненькие картошки, которые продаются по 22 рубля килограмм, они все сам по себе клубень лопатой разрезанной. Ну, или там газонокосилкой. Ну, или чем там выкапывают в колхозах. А я выбрала себе все ровненькие, все ладненькие. И ни один, короче, там копалось грязными руками. Вообще, если честно, не грязными. Надела пакет и вот так вот брала пакетом. Потом у меня рука просто пухла, взмокла. Там, короче, в пятерке продается мороженое. Альпен Голд 55 граммов за 50 рублей. Но я не хочу, я не хочу мороженки. Я не хочу мороженки даже за бесплатно, понимаете? Хорошая цена, хорошая скидка. Там 40% на мороженое. Но коврочек, кому нужно, за Альпен Голд идите за мороженым. Но я еще хочу сказать, что я сама по себе не люблю шоколад Альпен Голд. И поэтому, нафига мне это на мороженое нужно? Не хочу мороженое. Альпен Голд тем более. Как бы Альпен Голд не мои шоколадки. Так, картошку купила. Картошку сюда, где овощи хранятся. Так, купила яйца. Причем тоже такие наибоны. Яйца красная цена, одна цена на 20 рублей дешевле. Красная цена этого, это, короче, производство пятерки. Они С2. С2, типа, это, значит, маленькая, мелкая. Вот это у меня С1. Это, посмотрите, какое. У кого хорошая. Видите, какое крупенькое яичко. Это, знаете, как будто бы не гритосики, да? Такие маленькие. Так, вот, в общем, я сегодня съела на завтрак два яйца, последних. Ну, вот сейчас купила еще десяточки. Слушайте, я знала, я знаю, что яйца что-то особо-то, это, особо-то, как сказать, много-то и нельзя есть. Вот вы это слышали? Вроде бы рекомендуют три яйца в неделю. Вроде бы так. Так, это что такое? А, поняла. Это я с собой салфетку брала влажную. Купила три помидорки. Три помидорки, представляете, этим летом я не едала хороших таких вот прям томатов с куста. Все какие-то пластмассовые. Или из магнита, или из пятерки. Точно такие же. Прям пластмассовые помидоры. Я не едала. У матери есть теплица с помидорами, а я не едала. Не знаю, мне никто, блядь, ничего не давал. Странно, да? А, ну и вот, еще купила вот эти вот наггетсы. У этих наггетсов цена 137 рублей за килограмм. Сейчас они походят о дикой невероятной цене. Черт написано. Из отборного куриного мяса для гурманов не содержат ГМО. Наггетсы классические. Так, почти 140 рублей. Я купила две коробочки. Иногда люблю перекусить. Вот так вот, дайте, когда ничего не готово. Так вот взял и поел, блядь. Так, подожди, сейчас уберу наггетсы. Сейчас пробежимся по ценам. Так, молочко. Так, молочко дай-ка уберу. А, вообще, если честно, я не сторонник соусов. Но здесь ночью на меня напал жор. Я думаю, ну, блядь, у нас маленький дуршок, видите, розовый. Ну, это, короче, это, как она? Ну, горшочек варит она называется. Витес. Она называется. Искара. Мультиварка, мультиварка, мультиварка. Я думаю, гречки сварю. Думаю, ладно. Там время 12 часов. Думаю, гречки сварю. Себе тарелочку. Так я не умею кашу варить. У меня руки из жопы растут. Ну, вы это знаете. Вы это видели. Если кто меня смотрит, тут видит. Короче. И, ну, не с майонезом же ее жрать. С маслом тоже не хочу. С кетчупом. А кетчупа нет. Так вот, для этих случаев я купила себе кальво, томатный кетчуп, испанские фермерские томаты, высшая категория. Тоже цена на него какая-то дико низкая. Не пропащий ничего, за 50 рублей, что ли. Вот так вот. И думаю, для того, чтобы было. Для того, чтобы было. Сейчас я вам скажу. Что там по ценам? Вино. Так. Какое вино? Вино КРП. Да, вот, игр белая пол сходит. 359 кава стоит. Подожди, двумя чеками. Вино КРП. Да ладно. Там было, во-первых, 399 цена на цену. 399 и цена была. КРП. КРП. Еще, блядь. КРЛ. Так, кава Эритат Эль Падруэль. КРЛ. Да, прикиньте. 359 рублей кава. Блядь, мне нужно, может быть, срочно попробовать ее и пойти купить еще. Ну, потому что это какая-то дико приятная цена для кавы. Если честно, я думала, так, 359. 359,99. Я думала, что стоит 400, и там ценник выгодно был. Яйцо. Селяночка. Это, оказывается, яйца были селяночкой. 55. Чикон, наггетсы классические. А, вот эти вот наггетсы, одна коробушка стоит 59,99. Приятная цена. Учитывайте, что 59,99, так, 59,99, 60 рублей. А стоили 137. Пойдите купите, кто любит наггетсы. Хурма. Вот этот вот мешочек на 69,99. А за килограмм на 79,99. Пожрем хурмы. Ладно. Сок гранатовый для детей. А, для детского питания. Это для детского питания? 29,99. Вот маленькая. Короче, 30 рублей. Вот это вот, смотрите, 29,99. Сок хороший, Нар. Я люблю его. И он качественный. А, так, цена у него 66, маленький. Маленький бутылек 66, это если без акции. Так, ладно. Это чек 681 рубль. Потом 603. Так, скидка. Что такое? Подожди. Подыток 681. Итог 635. Сумма НДС 25. А взяли-то с меня сколько? Подожди. Карбонат особый. Вот тоже карбонат по акции. Особый, блядь, я думала, острый. 419 рублей. 99 я пьях 100 грамм. Здесь 302 грамма, 126 рублей. Просто молоко. А, молоко. Простоквашено, наверное. 59,99 сок гранатовый. И тут, блядь, сок гранатовый. И тут сок гранатовый. А, сок гранатовый 1. Подожди. Сок гранатовый 2. Нет, все правильно я не посчитала. Не наебала. В этом чеке 1. А, вот она избилась. Вот она поэтому тут закрыла под итог. Умножение не нажала. Сок гранатовый здесь 1 пройдет. И здесь 2. Итого 3. Сок гранатовый. Так, за 29,99. Калевый кетчуп. 54,99. 55 рублей. А так он стоит почти 100. Не почти, а 100. Так, томаты. 67 рублей 48 копеек. Это че, блядь? 39 рублей 81 копейка. 3 помидорки? Они примерно одинаковые. 40 рублей помидорка. Ой, 40 рублей 3 штучки. Это получается по 13 рублей помидорок. Ну, нормально. Картофель. 22,49 килограмм. На 23 рубля. Сыр Эдем. Эдам. Эдам написано. 499. А вот такой сыр стоит 620 рублей килограмм. Потому что она за 100 грамм. 62 было. А я купила за 49,99. Так, за 50. Сэкономила. 163 рубля этот комочек. А у меня же еще сыр-то есть. У меня есть Брест-Литовск сыр. У меня брынза есть. Это, вот смотрите, Брест-Литовск непочатый. У меня есть сыры. Брынза президент у меня есть непочатая. Потом вот такой вот президент у меня есть. Этот вот дорогой. С белой плесенью. А, вот этот с белой плесенью. Вот такой есть. Потом у меня есть баранья колбаса все еще. Я причем спрашивала, когда покупала ее, сказала, что сколько она может хранить. Сказали, что чем дольше лежит, тем вкуснее. Вот так вот. Так, ну я вот тут прибиралась, вот в этой полке разгребла. Нашла оливки, буду есть. Причем это оливки, оливки с косточкой. Прям люблю с косточкой. Там у меня еще есть черный на салат без косточки. Если вы любитель оливок, то берите лучше с косточкой. Они плотнее, они вкуснее, они лучше. Ну и не конкретно эту фирму я рекламирую, Берека. Ну и Берека неплохие, но вот эти вот лучше. Потом сгущенное молоко достала. Ну короче, надо жрать все, блядь. Срок годности этого всего заканчивается. Ну все, мои дорогие. 15 минут 11-го, вы понимаете, 15 минут 11-го я нарисовалась домой. Вот смотрите, вот что за человек, да? Вот что за человек? Я, я прям вот, я если честно, я из дома вышла в 7. Я вышла в 7, но я могла уже в 7 вернуться. У меня дело появилось нежданно-негаданно. Я, блядь, досидела до последнего. Вот просто до последнего. Думаю, блядь, Инна, встань уже, пойди. Ты потом в ночи будешь шастать по улицам. А мне нужно было раз... А, ну я в принципе делами занималась. Шторы вешала, белье собирала. В лес же я сегодня ходила с моей Женечкой. Погуляли так хорошо, так дышатся. В лесу так много детей. Короче, раз сейчас эти осенние каникулы, классные руководители проводят как-то досуг. Но это видно, что классные руководители. Потому что дети называют по имени-отчеству. Какие-то там эти, знаете, какие-то ляпки, прятки, бегают. Я вот думаю про себя, это же надо же быть таким руководителем классным, чтобы вы в свои выходные дни... Это просто пакет. Я фиг с праздником была. А, кстати, хотела посмотреть локолюд в акции. Ну, 250 рублей, ну это ёбнуться легче. 250 рублей локолюд. Ну нет, блядь. Я дождусь, если будет акция, и за 150 куплю. Ну за 250, ну что, блядь. Я что, хуёв на ссалой, что ли? Локолюд покупают за 250 рублей. Там такая маленькая паста. У меня есть две пасты. Они очень хорошие такие, блядь. Они мне не нравятся. У меня нет такой чистоты зубов от них. Но я пока почищу теми пастами. Их всё равно надо это заканчивать. Блядь. Я в шоке просто. Представляете, принципиально я не покупаю пакеты. Вот смотрите у меня. Схожу один раз с пакетиком, и вот они же все новенькие, они же все чистенькие. Пошла в магазин, взяла пакетик. А так пакет стоит 5, даже по 7 есть. За что, блядь, платить? У меня дома целая коробка. За что? А кто-то, вы знаете, в таких пакетах, после маркетов, выбрасывает мусор. А я мусор, видите, маленькими партиями выбрасываю. Я мусор выбрасываю, ну, блядь, в мешочках, из-под одежды, в которые мне Василёк это присылают. Вот, в них я выкладываю мусор. Всё, смотрите, коробочка. А, так, вот. Я же сегодня ещё прибиралась вот в этой штуке, и нашла, знаете что? Слушайте, я нашла в мешочке шиповник. Девочки, мальчики. Кто не любит шиповник, давайте я скажу для тех, вот, сама по себе, что сушёная ягода. Вот там у меня бокал был. Бокал я убрала туда, как сказать. А вот в этой коробке, ну, чтобы не в мешке лежала. Шиповник лежал в мешочке. Короче, шиповник с потрясающей ягодой. Очень вкусный напиток из шиповника. Очень вкусный. Прям вот рекомендую. Кстати, я сейчас себе его сварю. Я сейчас себе его сварю. Буду пить здоровые напитки. Знаете что? Раз у меня мама работает в школе, и дети шиповник не особо любят. Вот, понимаете, рожи корчат, потому что девчонки не пьют, парни не пьют. Я один раз сказала школьникам, что шиповник – это напиток красоты, девчонкам сказала, говорю. Говорю, он невероятно полезный, говорит, он витамин С, говорю. Вообще, ну, конечно, в школьной столовой, блядь, варят не так, как я себе сварю. В школьной столовой с сахара, блядь, кладут столько, что-то умотаться. Я вот, допустим, я не любитель сахара, поэтому я никогда пить не буду с сахаром. Ну, просто невероятно. Используют весь напиток. Ну, я как бы и вино пью сухие, и шампанское брют. И даже, знаете, даже газировку, там, спрайт, колу, я не буду пить только лишь потому, потому что она сладкая. Я буду пить швепс, что-нибудь такое острое, такое ядреное, прям вот такое вот. И что, про чем я говорила? А, про шиповник. Вот если вот обыкновенную сушеную ягоду, шиповнику, доведешь до кипения, промоешь хорошо, доведешь до кипения, и по 5-10 минут она покипит, закроешь ее крышкой, полотенцем вот напиток. Вот самый полезный, между прочим, от коронавируса спасает. Сейчас я себе сварю. Сейчас я себе сварю шиповничком. А многие, знаете, шиповник думает, что это прям, знаете, прям исчадия ада. Прям вот это невкусно, ужасно. А на самом деле, это очень вкусно и очень полезно. Так, завтра мне нужно... Завтра я занимаюсь шторами. Завтра я занимаюсь... Блядь, каким шторами я занимаюсь? Я завтра с утра просыпаюсь, иду на работу. А-а-а! Ну, с работы приду и занимаюсь шторами. Да. Ну, а что делать? Никто не придет, не сделает. Так, шторами именно... Так, завтра мне нужно себе построить план. Нужно сделать шторы и разобрать на кресле. А если разобрать на кресле, значит, тоже частично что-то выбросить. Хотя, там такие вещи хорошие. Я не знаю, буду я их носить или нет. Сколько мы с вами насчитали платьев? Сколько у меня? Так вот, я еще нашла. Я еще нашла синее платье, красивое такое вообще, обалденное. Потом пару черных платьев я нашла. Короче, платьев у меня вообще пиздец просто. Не знаю, носить, не переносить платьев. Ну, все. Ну, все. Все, мои дорогие, буду заканчивать. Завтра утром просыпаемся, встречаемся. На том же месте, в тот же час будем пить кофе. А может быть... Нет, я завтра буду с утра пить кофе. А шиповник я буду пить в течение дня. Все, мои дорогие. Целую, обнимаю. А дайте-ка вам еще раз покажу шторму. Ну, пожалуйста. Ну, скажите, что красиво. Нет, скажите правду. Скажите правду, но... Сейчас, подождите, сейчас переворачиваю камеру. Ну, согласитесь. Ну, согласитесь, что в данном случае... Вот так, все, что на подоконнике, на это не смотреть. В данном случае, мне кажется, это вообще идеально, что есть. Это имеется в виду без финансовых затрат. Мне кажется, мне кажется, очень клево. Ну, все, мои дорогие. Все. Целую, обнимаю. О, время сколько. Нифига себе. Все, я в душ и спать. Постараюсь уснуть. Потому что завтра идти на работу. Пока.